Здравствуйте! В эфире Дефакто. События и происшествия Гомельского региона в материалах наших респондентов. Собрался обрезать вишню, но порезал своего знакомого. В Гомеле конфликт на улице закончился убийством. Выйхал на главную и столкнулся с мотоциклом. Причина нашумевшей аварии в областном центре. И чрезвычайная ситуация в Чернобыльской зоне. Представляли ли опасность разогравшиеся там пожары и как реагировали белорусские спасатели? Государственный комитет судебных экспертиз отметил вторую годовщину со дня подписания указа о формировании ведомства. За время обособленной работы количество экспертиз увеличилось вдвое. На 100% стали покрываться потребности госучреждений в проведении различного рода исследований. Осуществляется эффективное взаимодействие с правоохранительными структурами и в полном объеме оказываются услуги населению. По случаю знаменательной даты специалисты Гомельского экспертно-лабораторного комплекса познакомили желающих со спецификой работы экспертов. Возможность проводить более 40 видов различных исследований и выходить на показатели до 50 тысяч экспертиз в год. Потенциал работы лабораторного комплекса сегодня огромный. Помимо осуществления судебно-медицинских экспертиз, здесь выполняют криминалистические, компьютерные, технические, автоэкспертизы и многие другие. Оборудование новейшее. Государственные эксперты снабжены всеми необходимыми средствами, позволяющими проводить даже редкие виды исследований. К нам на исследование поступил солдатский медальон, который был обнаружен в одном из захоронений на территории Жлобинского района. И по просьбе руководства Светлогорского РОВД, благо я сам проходил службу в свое время 20 лет в Светлогорском РОВД, обратились, мы им оказали помощь, установили содержание солдатского медальона, установили личность погибшего этого солдата. Начиная от исследования психотропных веществ и заканчивая экспертизой человеческих останков. Благодаря современным системам анализа удается установить не только причину смерти человека, но и его возраст, рост и даже социальный статус. По характеру травм костей можно узнать, когда погиб человек и от чего. Ознакомиться с профессией эксперта пришло много желающих. Среди них студенты и люди разных профессий, в том числе и следователи, для которых взаимодействие с сотрудниками комитета – неотъемлемая часть работы. Если говорить о сборе доказательств по уголовным делам, то помимо таких доказательств, как показания свидетелей, обвиняемых, потерпевших, очень важную роль имеет работа с вещественными доказательствами. И здесь нам на помощь приходит комитет судебных экспертиз. В настоящее время можно сказать с уверенностью, что ни одно уголовное дело без проведения каких-либо экспертных исследований не обходится. Ежегодно сотрудники государственного комитета проводят тысячи доктилоскопических экспертиз. С их помощью собирается доказательная база для подавляющего числа краж, коррупционных преступлений, ограблений. Ведётся работа по исследованию выведенного из нелегального оборота оружия. В коллекции лабораторного комплекса немало раритетных экземпляров. И всё, как утверждают эксперты, в исправном состоянии. Кроме того, благодаря работе специалистов этого учреждения оказывается посильная помощь в борьбе с фальшивомонетничеством, а населению оказывается широчайший спектр услуг. Хотел обрезать вишню и порезал человека. В Гомеле сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах смерти гомельчанина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил разборки на территории полисадника одного из жилых домов. Мужчина вступил в конфликт с жильцом многоэтажки, когда тот, прихватив с собой кухонный нож, собирался удалить старые ветки на своих деревьях. Конфликт начался на улице студенческий проезд областного центра. Зачинщик, со слов задержанного, был сильно пьян и высказал ему неуважение. Оскорбил и первым пустил в ход кулаки. В итоге словесная перепалка переросла в настоящую бойню, в которой садовод-любитель достал из кармана нож и нанёс скандалисту несколько ответных ударов. Потерпевший потерял сознание. Лезвие ножа задело сердце. Врачи, проделав сложнейшую операцию, так и не смогли помочь раненому пациенту. На утро, не приходя в сознание, он умер. Я не буду отвечать на такие вопросы. Осмыслив произошедшее, мужчина решил сознаться и на следующий день сам обратился в милицию. Правда, на тот момент он не знал, что его противник от полученных телесных повреждений уже скончался. В отделении на гражданина надели наручники и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это был словесный конфликт, который первоначально начался на улице. Потом он продолжился в подъезде. Потерпевший начал осуществлять активные действия по причинению каких-либо телесных повреждений. Подозреваемый первоначально руками отпирался, оказывал ему сопротивление, после чего нанёс уже ножевое ранение. Как оказалось, задержана фигура для правоохранителей знакомая. Ранее мужчина уже отбывал наказание в местах не столь отдалённых за истязание. Теперь, вероятнее всего, сядет за убийство. Основной причиной конфликта явилось нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения и его взрывной характер. Место преступления осмотрели криминалисты. Назначен ряд экспертиз. Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Шокирующее ДТП произошло в областном центре. На большой скорости водитель мотоцикла вместе с пассажиром врезался в легковой автомобиль. Погибло сразу два человека – мотоциклист и пассажир иномарки. Удар пришёлся в правую часть машины. Детали разбившегося мотоцикла разлетелись на сотни метров. Пассажир, который сидел позади мотоциклиста, получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. Вот кадры дорожно-транспортного происшествия. Мотоцикл лежит на проезжей части. Пожарным пришлось залить его пеной, чтобы сбить пламя. А иномарка смещена к обочине, в ней большая дыра. Спасатели вырезали дверь, чтобы деблокировать пострадавших. Женщина, которая находилась в салоне, погибла по пути в больницу. Мотоциклист на месте. Его пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию. Водитель иномарки получил телесные повреждения. По предварительной вина дорожно-транспортного происшествия лежит на водителе автомобиля, который при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался впрямо. Как утверждают очевидцы, скорость мотоцикла была около сотни. Водитель не успел сориентироваться, как объехать препятствия. В итоге его занесло, мотоцикл лёг на проезжую часть и врезался в иномарку. Накануне ДТП владелец зарегистрировал своё транспортное средство в ГАИ, а в день аварии ехал забирать документы. С потеплением на наших дорогах всё больше участвуют в дорожном движении водители мотоциклов и скутеров. Поэтому водителям автомобиля необходимо быть предельно внимательным, постоянно контролировать дорожную обстановку. Это не единственное ДТП, которое вызвало шок в течение недели. На кольце торгового оборудования в областном центре прямо на пешеходном переходе был сбит подросток. Юноша вышел из-за автомобиля, который уступил ему дорогу и попал под тот, водитель которого даже не собирался тормозить. Тойота Авенсис, о капот которой ударился 17-летний подросток, остановилась только через 40 метров от места наезда. Мальчик получил многочисленные травмы и попал в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы. Автомобиль Тойота Авенсис принадлежит гражданке Российской Федерации. За рулём же находился водитель и житель города Гомеля. Он попадал неоднократно в поле зрения госавтоинспекции. Какие меры и санкции к нему примут, это уже будет установлено после экспертизы. По факту ДТП назначен ряд экспертиз, в том числе медицинских. Характер травм, полученных пострадавшим, повлияет на квалификацию правонарушения. Не исключено, что может быть возбуждено уголовное дело. Гомельская область Документы на тысячи тонн изделий из бетона. Блоки ПГС, перемычки, тротуарный бордюр, бетонные кольца с крышками, а также фундаментные блоки, которые, к слову, не были даже промаркированы. Финансовая милиция сейчас выясняет, где производилась продукция, какова была схема поставки сырья и кто входил в круг её участников. Предполагается, что строительные изделия приобретались индивидуальным предпринимателям с целью дальнейшей перепродажи. Хотя сам владелец бетонной продукции утверждает, что приобрёл её в личных целях. Примечательно, что арестованного товара хватило бы на постройку многоквартирного дома. В настоящее время на железобетонные изделия, на сумму, превышающую более 700 миллионов рублей, наложен арест. По результатам проверки материалы будут направлены в экономический суд Гомельской области для принятия решения по статье 12.17 Кодекса административных правонарушений. Белорусские спасатели помогали украинским коллегам тушить загоревшиеся дома и постройки на территории Черниговской области. Пожар произошёл в деревне Старое Яриловище. Пламя охватило сразу один жилой и семь нежилых частных домовладений. Десять сараев и гектар сухой растительности. Огонь распространялся настолько быстро, что украинские пожарные решили заручиться поддержкой спасателей из Гомельской области. На ликвидацию пожара был направлен расчёт Черетянского пожарного аварийно-спасательного поста. Команде белорусских спасателей организовали беспрепятственный проезд через границу. По прибытию их задача состояла в тушении четырёх догорающих домовладений и недопущении возникновения новых очагов возгорания. Поступили в распоряжение украинского начальства управления Черникова. Они установили нашу автоцистерну на защиту смежных зданий и домов. Этой весной из-за недостаточности осадков приграничная территория, как пороховая бочка. Недавний большой пожар в лесах Киевской области, где очаги возгорания фиксировались на площади в сотни гектаров. Тому подтверждение. Предварительная причина – поджог. Огонь оказался на подступах к местам захоронения радиоактивных отходов. Но ситуация, как заявили представители украинских экстренных служб, была взята под контроль. Уровень радиации в Чернобыльской зоне превышен не был. Официально заявляют о пожарах украинской страны порядка 400 гектаров. Но она локализована с их стороны. Мы постоянно общаемся с нашими коллегами, предлагаем свою помощь. Но в рамках своей работы мы усилили контроль именно на границах. Все наши службы переведены на усиленный режим работы. Что касается ситуации в регионе, то спасатели Гомельской области и представители лесохозяйственных объединений принимают все возможные меры по недопущению развития негативных сценариев. В лесах установлены камеры фиксации правонарушений. В управлении по чрезвычайным ситуациям стекается необходимая оперативная информация. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Берегите тех, кто вам дорог. Увидимся ровно через неделю на телеканале Беларусь-2. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова